Приветствую, друзья. Украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Вас удивляет такая новость? Наверное, нет. Мы все привыкли. Вот на видео попадает дрон, который поражает нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Реакция свидетелей, конечно, не восторженная, но достаточно философская. Вот это прилет. Атаки ударных беспилотников по территории Европейской России стали рутиной. В этом больше нет сенсации. Ну, вообще-то, это большое дело. Давайте-ка отмотаем время на два с половиной года назад, скажем, на 23 февраля 2022 года. Если бы вам тогда сказали, что скоро по России будут наноситься регулярные удары, а российская армия будет останавливать наступление ВСУ под Курском, вы бы очень удивились. Но это произошло не за один день, и у россиян было время привыкнуть. Российское общество оказалось той самой лягушкой к кастрюле с водой, которую нагревали постепенно. Общество не чувствовало резкого перехода и сварилось заживо. Поэтому сейчас, два с половиной года спустя, было бы полезно оглянуться назад и посмотреть на всю ту дичь и ужас, которые произошли за это время и к которым россияне постепенно привыкли. Два с половиной года назад, до начала войны, было невозможно представить, что сотни людей посадят в тюрьму просто за использование самого слова «война». Конечно, в путинской России и до войны сажали за слова, но так, чтобы просто за использование нормального, общеупотребимого, нематерного, существующего во всех словарях слова, ну вот такого не было. Слово «война» якобы дискредитирует армию. Поэтому назвавшего войну войной муниципального депутата Алексея Гориного приговорили к семи годам и мучают в тюрьме. Но еще больший абсурд заключается в том, что россиян теперь преследуют из-за слова «мир». За это слово можно лишиться сана, быть задержанным, получить штраф или обыск. В стране по факту запретили слова «война» и «мир», так что нелегко было бы в 21 веке льву Толстого. Но если кажется, что большей дикости быть не может, то вы просто к ней привыкли. С начала войны в России появились запрещенные цвета. За жовто-блокитное или попросту сине-желтое можно получить срок или штраф. Причем получить можно, даже если это не было политическим высказыванием. Даже если один из цветов был вообще не на вас. Даже у коммунальщиков могут возникнуть проблемы из-за желто-синих бордюров. Ну и самое страшное, что это никого не удивляет. Запрет слов и цветов стал привычен, вошел в норму. А еще российское общество незаметно привыкло к тому, что постоянно что-то взрывается или горит. Например, в августе-сентябре больше двух недель горела нефтебаза в Пролетарской в Ростовской области. В городе пришлось даже отменять городские праздники из-за горя. Вызванные дронами пожары – давно уже рядовые новости. Они случаются буквально каждую неделю, если не чаще. Беспилотники атаковали уже значительную часть российской нефтепереработки. Дроны прилетают не только по НПЗ. Сигналы воздушной тревоги раздаются часто и в разных местах Европейской России. 1 сентября Россия пережила крупнейшую атаку дронов – 158 беспилотников. Все, по данным Минобороны, были сбиты. Сбиты настолько своеобразно, что загорелась Конаковская ГРЭС, пожар был виден на Каширской ГРЭС и пылал НПЗ в Капотне. Атака крупная, но не единственная. Дроны прилетают в Россию чуть ли не каждый день. Иногда дроны прилетают и в жилые дома. Долетают даже до суперзащищенного Кремля и до очень далекого от западной границы Татарстана. А еще, как на любой войне, в последнее время постоянно гибнут люди, в том числе мирные жители. Это трагедия. За два с половиной года войны к трагедии привыкли, и она превратилась в статистику. Например, только в Белгородской области за 920 дней войны погибли 920 человек. По человеку в сутки. Конечно, есть очень серьезные потери и среди военнослужащих. За два с половиной года войны погибли свыше 120 тысяч человек. Это минимальная оценка. Думаю, что на самом деле это число сильно выше. Это самые большие потери со времен Великой Отечественной. Также впервые со Второй мировой часть российской территории оккупирована войсками другого государства. Украина уже месяц как контролирует больше 100 населенных пунктов в Курской области. Это почти 1300 квадратных километров. Для Кремля это теперь уже привычная ситуация, не катастрофа. В том, что оккупация российской территории – это норма, власть пытается убедить и население. Более того, пропаганда даже называет это наступление провалом Зеленского. С начала войны против Украины отряды наемников приравнены к армии. В составе российских вооруженных сил до сих пор воюют в формировании неизвестной принадлежности и подчинения. Это вообще перестало кого-нибудь удивлять или возмущать. Контролируют наемников силовики. Контролируют в том числе наемников из числа заключенных. К этому общество уже тоже привыкло. Иногда такие подразделения наемников нападают на гражданских лиц. Это тоже не вызывает удивления. Индийцы, африканцы, арабы, латиноамериканцы, нанятые из десятков стран, погибают в украинских селах за русский мир, понимаемое как то, что русские и украинцы должны убивать русских и украинцев во славу вождя. Это тоже сложно было себе представить. Практически любой преступник с самыми тяжкими обвинениями может выйти из тюрьмы, если соглашается пойти на фронт. Причем с таких преступников снимается дальнейшее наказание, снимаются судимости, даже гражданские иски. Нам нужны ваши криминальные таланты. На фронт из тюрьм отправляются убийцы, людоеды, расчленители и насильники. Если остаются живы, то потом возвращаются свободными людьми без судимости и могут рассказывать детям в школе о патриотизме. Каждый день какой-нибудь прошедший фронт, зэк или солдат с ПТСР устраивает чудовищное преступление. Попробуйте ввести в поиски слово «Вагнеровец». И посмотрите, что сам поисковик предложит вам дописать. Видите, даже в поиске это стало нормой. Еще можно ввести словосочетание «Вернулся с СВО» и посмотреть на предложенные поисковиком варианты. Нас не удивляет, в общем-то, ненормальный факт, что хозяин отряда наемников может поссориться с Министерством обороны, может поднять мятеж и пойти на Москву. И что этого командира мятежников могут официально простить, а потом почти так же официально взорвать в самолете на Тверской области вместе с попутчиками и экипажем. Официально Россия не ведет войну, лишь СВО, причем на территории другой страны. При этом в стране объявляется мобилизация. Никто не удивляется, хотя где-то миллион человек тут же бежит через все границы. Более миллиона человек уехали из России из-за несогласия с нападением на Украину, из-за репрессий, из-за нежелания воевать. «Ковчег» — это самый большой проект, который помогает антивоенным россиянам за рубежом и внутри страны. С самого начала войны «Ковчег» помогает людям спастись, адаптироваться и встать на ноги в новой стране. Помогите антивоенным россиянам прямо сейчас. Даже 10 долларов в месяц способны изменить чью-то жизнь. Ссылка на страницу пожертвований в описании к этому видео. В якобы мирное время за 37 дней мобилизуют 300 тысяч человек. В армию собирают даже тех, кто не подходит ни по каким критериям. Мобилизация заканчивается, но не прекращается. Указ о мобилизации никто не отменял. Это дикость, но все привыкли, и это стало нормой. Нормой стала и реклама, призывающая отправиться за деньги, убивать людей в соседней стране. Нормой стала запрещенная в уголовном кодексе пропаганда войны. Иногда реклама и пропаганда встречаются вместе, и получается вообще полный абсурд. На словах, военные действия идут от успеха к успеху, но при этом министр отправлен в отставку, а половина верхушки армии арестована. За время войны государство вроде бы как приросло новыми территориями, но аннексия частично произошла на бумаге, и четыре якобы российские области страна не контролирует. Вроде бы боролись с расширением НАТО, в результате НАТО расширилась, а цели СВО, они достигаются. Поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Все существование государства подчинено задачам войны, а какие они, никому даже непонятно. Это странно, но все как-то привыкли, и неудобных вопросов не задают даже в личных разговорах. Между тем, пока все силовики сосредоточены на войне, в стране возобновился исламистский террор. Общее число жертв приближается к 200. Захват заложников становится привычным. А еще общество привыкло и перестало остро реагировать на проблемы с экономикой. Из-за агрессивной войны на страну наложены санкции. Ассортимент товаров стал меньше, цены выше. Россия теперь мировой чемпион по санкциям. Вроде как успешно идет импортозамещение, только машины теперь китайские, отечественные самолеты ломаются, и люди боятся ими летать. В экономике и политике страна очень сильно зависит от Китая, а дружит в основном с не самыми демократическими режимами. И теперь факт поездки Путина за границу преподносится как важнейшая новость, даже если это поездка в Северную Корею или Монголию. А россиянам теоретически поехать в Европу можно, но визу получить сложно, а лететь надо в облет и с пересадками. С начала войны европейское небо закрыто. Для рейсов из России летать приходится через третьи страны. Дольше и дороже. Ряд стран вообще перестали давать россиянам шенген и запретили въезд с туристическими целями. Остальные отменили приоритетный порядок. Теперь россиян, даже имеющих виды на жительство, регулярно не пускают в самолеты. А еще россияне лишены большого спорта. Чемпионаты мира и Европы проходят без наших сборных. Открытие Олимпиады можно посмотреть только на пиратских стримингах. Голливудские фильмы показываются в кинотеатрах в качестве пиратских экранов. Билеты официально продаются на другие фильмы. Для этого даже придумали специальный термин – параллельный прокат. В случае с хитовыми фильмами типа Барби зрителям приходится в первые дни довольствоваться пиратками в ужасном качестве. Ну или ждать фильм несколько месяцев. У россиян нет доступа к обновлениям программного обеспечения, а облачные сервисы закрывают доступ. Уход из страны очередного технологического гиганта становится новостью лишь для специалистов. Да и те привыкли. Не удивляют и не выходят за рамки правозащитного сообщества новости об арестах и приговорах. Российские суды превратились в судилища. Сообщения о смертях в СИЗО и колониях стали почти рутиной. Количество дел по госизмене возрастает по экспоненте. Почему – неизвестно. Суды закрыты, и сроки двузначные, и часто превышают 20 лет. Продолжать перечень того, что произошло за два с половиной года войны, можно еще достаточно долго. Россия, начало 2022 года – это зрелая автократия. В середине 2024 года – это уже милитаристская диктатура с элементами тоталитаризма. Война ускорила этот переход. Но он все равно происходил и происходит достаточно постепенно. Постепенность дает обществу время на адаптацию. Но, по правде говоря, изменения последних двух с половиной лет – это не те изменения, к которым надо адаптироваться. Демократическую оппозицию часто упрекают в излишней критике происходящего в России. Но мы просто вынуждены повторять многие вещи. Постоянно напоминать, что то, что происходит в стране – это ненормально, что так необязательно жить. Если это не напоминать, то люди, общество начинают привыкать и забывать, что, возможно, другая жизнь. Жизнь, в которой не нужно так много бояться. Жизнь, в которой гораздо больше возможностей. Жизнь, которая устроена честнее и справедливее. Счастливо вам. За два с половиной года войны российское общество постепенно привыкло к ужасу и абсурду. Давайте помнить, что происходящее ненормально.